Приветствую снова всех зрителей моего канала. Сегодня продолжаем серию видео о самодельном планшетном принтере. Можно сказать, я уже вплотную подошел к финальной стадии проекта. По этому принтеру планирую еще одно видео, где будет проведена, опять скажем, работа над ошибками, так как есть еще некоторые неясности, которые предстоит решить. Как и обещал, в этом эпизоде рассмотрим схему моторизированного возврата печатного стола на исходную позицию для печати второго прохода, а также немного заглянем в ретроспективу последних дней работы над принтером, включая адаптацию родного корпуса, покраску, финальную сборку и непосредственно процесс печати на футболках. Начнем, пожалуй, с принципа работы возврата стола. Итак, как это работает? У нас есть блок питания на 9 вольт, материнская плата, мотор, тумблер с тремя положениями и у нас есть концевик. Как работает тумблер? В среднем положении контур разомкнут. Это нейтральное положение. Когда мы тумблер включаем вверх, замыкается контур и, соответственно, если мы опускаем вниз, то замыкается вот этот контур. У нас есть мотор, мы его подключаем в среднее положение. Далее, по умолчанию, с материнской платой подается питание на мотор. Соответственно, мы сигнал от материнской платы подаем на вот эти верхние контакты тумблера. Когда у нас тумблер вверху, образно говоря, то это обычная работа принтера. Но нам нужно возвращать стол обратно. Для этого нам понадобится блок питания на 9 вольт и есть у нас концевик, который будет работать у нас на размыкание контура. В отключенном положении он будет постоянно подавать 9 вольт на мотор. Когда стол будет нажимать на концевик, то контур будет размыкаться и стол будет останавливаться. То есть мы один контакт подаем на концевик, второй контакт на тумблер. С 9 вольт мы кидаем на второй контакт тумблера. Это, значит, теория. Вот так вот приблизительно выглядит то, что у меня получилось. Тумблер переводим в это положение и мотор начинает крутиться и отправляет стол обратно. Но когда стол достигает концевика, раз, и мотор перестает крутиться. Пока концевик нажат, то мы переключаем тумблер в положение печать и идет печать. И, соответственно, все повторяется. Сейчас, я думаю, что мы уже приступим к монтажу всего этого дела уже в сам контакт. Продолжение следует... 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 Что хочу отметить по окончании этого проекта. Очень мне нравится, как все организовано с проводкой. Как видно, никаких лишних проводов, все аккуратно спрятано в корпусе. Из принтера идет только два провода, это питание и USB, как всегда. Также в этом принтере есть возможность печать на рулоне. С рулонной печатью некоторые сенсоры вообще не используются, поэтому это тоже предстоит протестировать. Сейчас мы попробуем напечатать еще раз, так чтобы уже был виден весь цикл от включения до завершения печати. Значит, вот у нас есть тестовая футболка. Устанавливаем стол в принтер и настраиваем высоту до печатающей головки. Значит, вот у нас датчик наличия бумаги. Когда он закрыт, бумаги нет. Когда он открыт, бумага есть. Соответственно, вот у нас первый флажок, который показывает, что бумаги на данный момент нет. Когда мы сейчас запустим печать, стол начнет ехать и этот флажок откроет датчик наличия бумаги. Второй флажок по окончании печати закроет датчик наличия бумаги и покажет, что бумага вышла полностью. Я стол в данный момент сдвинул немножко с вала, чтобы он при инициализации имел возможность свободно крутиться. Сказать, что принтер готов к печати. Печатаем при 720 ДПИ. Субтитры сделал DimaTorzok По той же футболочке, сейчас попробуем в разрешении 1440. И так, вот такой получился проект. В принципе, все как смог показал. Переделка заняла около месяца неспешной работы. Надеюсь, материал получился интересный. И те, кто сейчас в процессе похожей переделки, смогут почерпнуть для себя полезную информацию. Я в свою очередь приглашаю всех подписаться на свой канал и поддержать начинающего видеоблогера парой комментов и лайков. Мне всегда интересно знать ваше мнение. Также у меня поднакопились несколько готовых смонтированных роликов, которые ждут перевода и добавления английских субтитров, что немного замедляет процесс. Но, судя по позитивным отзывам некоторых иностранных зрителей, я рад, что выбрал изначально такой формат подачи. В общем, следите за обновлениями. Всем добра в новом году и до новых встреч. Пока!